Добро пожаловать на наш канал! Сегодня мы отправимся в путешествие по одному из самых красивых и загадочных городов Румынии в Брашов. Этот город, расположенный в сердце Трансильвании, привлекает туристов со всего мира своими древними крепостями, уникальной архитектурой и богатой историей. Погрузитесь в атмосферу Брашова и узнайте больше о его происхождении, традициях и интересных фактах. Происхождение Брашов расположен в центральной части Румынии, в Трансильвании, у подножия горы Пеатра Краюлой. Его история начинается более 700 лет назад. Город был основан в 18 веке немецкими переселенцами, которые прибыли сюда в рамках немецкой колонизации региона. Название «Брашов» происходит от слова «брашов», что может быть связано с латинским «барасу» или «браса», что означало «болото» или «мокрое место». Это отражает географические особенности местности, где располагался город. История Средневековье и немецкое наследие Брашов был основан как крепость на пересечении важнейших торговых путей, связывавших восточную и западную Европу. В 18 веке город стал важным торговым центром и административным центром, входя в состав саксонской Швейцарии. В этот период были построены главные крепостные стены и башни, которые сохранились до наших дней. Город в эпоху Возрождения В 15 веке Брашов стал одним из важнейших городов в Трансильвании. Именно в этот период были возведены многие здания, которые и сегодня считаются историческими памятниками. В 1427 году город получил статус свободного города и стал членом Саксонской ассоциации городов. Это позволило Брашову развиваться и укрепляться как важному экономическому и культурному центру. Османское и австрийское влияние В 16-17 веках Брашов испытывал влияние Османской империи, которая контролировала часть Трансильвании. В этот период город был укреплен и стал важным форпостом на границе с Османской империей. В 1690 году, после войны с османами, Брашов вошел в состав Австрийской империи и стал частью Габсбургской монархии. Этот период также внес значительный вклад в развитие города, особенно в архитектуру и инфраструктуру. Современные времена В 19-20 веках Брашов продолжал развиваться как важный промышленный и культурный центр. В этот период здесь были построены многие современные здания, а город стал одним из важнейших центров промышленности и торговли в Румынии. В 1950-е годы Брашов стал важным промышленным центром социалистической Румынии. Сегодня Брашов – это оживленный город с богатым культурным наследием и развитой инфраструктурой. Традиции и культура Фольклор и народные обычаи Традиции и фольклор Брашова имеют глубокие корни и отражают разнообразие культур и народов, которые населяли этот регион. Одним из важнейших элементов местной культуры являются народные танцы и музыка. В Брашове и окрестностях часто проводятся фестивали, на которых можно увидеть традиционные танцы, музыку и народные костюмы. Эти мероприятия привлекают как местных жителей, так и туристов, желающих познакомиться с богатым наследием региона. Кулинарные традиции Кулинария Брашова также имеет свои особенности. Местные блюда часто готовятся из мяса, картофеля и капусты. Одним из самых известных блюд является цембецу – традиционное блюдо из свинины с капустой. Не менее популярные – паприкаш, тушеное мясо с перцем и паприкой, а также – сармали, голубцы с мясом и рисом, запеченные в капустных листьях. В Брашове также можно попробовать местные сорты сыра и традиционные выпечные изделия, такие как пикмес и папричи. Достопримечательности Старый город Старый город Брашова – это настоящее историческое сокровище. Узкие улочки, старинные дома с ярко окрашенными фасадами и уютные площади создают неповторимую атмосферу. Главной достопримечательностью Старого города является Черная церковь – Байзер Корниагр, крупнейшая готическая церковь в Румынии. Церковь была построена в 14 веке и известна своими великолепными витражами и уникальными деревянными, резными амвончиками. Крепостные стены и башни Крепостные стены и башня Брашова – это настоящий шедевр средневекового зодчества. Главные башни, такие как Черная, Белая и Стрельчато, и крепостные стены, окружавшие город, сохранились в хорошем состоянии и до сих пор радуют глаз туристов. Эти сооружения были построены для защиты города от набегов и до сих пор считаются важной частью городской архитектуры. Цитадель Брашова Цитадель Брашова – это одна из старейших крепостей в регионе. Она была построена в 15 веке и служила важным оборонительным сооружением. Сегодня здесь находятся музеи, экспозиции и смотровые площадки, с которых открывается захватывающий вид на город и окрестности. Цитадель часто используется для проведения культурных мероприятий и фестивалей. Крепость Развани Крепость Развани находится в окрестностях Брашова и является одной из самых красивых и хорошо сохранившихся крепостей в Румынии. Она была построена в 14 веке и служила важным стратегическим объектом. Сегодня крепость открыта для посетителей и является популярным местом для экскурсий и фотосессий. Интересные факты Звездочка Черная церковь Черная церковь в Брашове является крупнейшей готической церковью в Румынии. Она получила свое название после пожара 1969 года, когда ее стены были закопчены. Звездочка Звездочка Неповторимая архитектура Звездочка Старый город Брашова славится своими домами с черепичными крышами, яркими фасадами и узкими улочками, которые создают неповторимую атмосферу. Звездочка Форты и башни Звездочка Крепостные стены Брашова и башни, такие как белая, черная и стрельчатая, являются одними из самых хорошо сохранившихся средневековых сооружений в Европе. Звездочка Звездочка Цитадель Брашова Звездочка Цитадель Брашова – это не только исторический памятник, но и культурный центр, где часто проводятся различные мероприятия, выставки и концерты. Заключение Брашов – это город с богатым историческим и культурным наследием, где прошлое гармонично сочетается с настоящим. Его уникальная архитектура, традиции и живописные пейзажи делают его идеальным местом для путешествий и отдыха. Независимо от того, интересуетесь ли вы историей, культурой или просто хотите насладиться красивыми видами, Брашов всегда готов предложить вам что-то особенное. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. До новых встреч в наших следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok